Доброе утро! Отдельный праздник нет? Дня гражданского кодекса или семейного права? Это небольшая книжка, которую может прочитать каждый. Но отличие Конституции от других законов состоит в том, что это обладает высшей юридической силой, закрепляет основы государственного строя, основные права и свободы граждан, является базой для всего текущего законодательства. И, конечно, отличается сложностью процесса внесения изменений и каждое изменение в Конституцию. Но практически это историческое событие. Ну и мы с вами в 2020 году были свидетелями и участвовали во внесении изменений в нашу Конституцию. Вот если это главный закон государства, где определены его основные цели нашего государства, этот вот правил и обязанности гражданина, тогда поясните для человека, ну, абсолютно там, стороннего, почему может изменяться? Почему он может изменяться и зачем? Ну, вообще, Конституция – это живой документ, который может меняться в зависимости от внутренних, внешних каких-то исторических и политических процессов. Конституция – документ, который проходит обсуждение всенародное, принятие всеми гражданами страны. Ну и при принятии проекта, ну, конечно, это все пишется людьми, допускаются какие-то ошибки, вольные и невольные. Ну, а Конституция 1993 года, она писалась у нас, ну, к сожалению, с помощью западных консультантов. Ну и по прошествии времени стало понятно, что при подготовке Конституции, ну, мы что-то упустили, что-то неверно указали. Ну, а тем более за прошедшие 30 лет поменялось само государство и наше общество. То есть сейчас, грубо говоря, все это доработали, привели в тот вид, который нужно, и, то есть, вот эти изменения послужили, как бы, ну, опять же, идут во благо. Да, конечно, могу сказать, что есть вот такие основные поправки, которые касаются территориальной целостности страны, верховенства национального закона над международным, важны социальные поправки, обязательные индексации пенсии и пособия внесли. Много поправок касается семьи, указан, что брак – это союз мужчины и женщины, образование, воспитание детей. Ну и есть такие вещи, как экономический рост и благосостояние граждан, закрепленные в Конституции как одна из целей государства. Ну и замечу, что основная цель, проводимая сегодня специальной военной операцией, это защита традиционных ценностей, защита нашей Конституции и целостности России. Страна должна идти из-под колониального контроля Запада. Мы сделали первый шаг, внесли изменения в текст Конституции. Но сегодня мы делаем следующий шаг. Избавляемся уже от колониальной зависимости, в которую попали после развала Союза. Ну и в качестве примера могу привести то, что последние поправки, которые мы внесли в Конституцию, они связаны с вхождением уже четырех новых субъектов. Это ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. То есть она живая, живет, развивается. Ну вот какие наши права и обязанности указаны в Конституции? Ну такой небольшой рассказ для тех, кто давно ее не открывал. Ну, значит, в Конституции записано, что государство гарантирует равенство прав и свобод от человека и гражданина, вне зависимости от пола и расы, национальности, языка, происхождения, вероисповедания, имущественного и должностного положения. И в Конституции есть отдельная глава, в которой записаны все наши права. И в ней вот сейчас, услышьте, 47 статей. Я все не буду перечислять, конечно, но основные там есть направления. Это личные права и свободы граждан, политические права и свободы граждан, экономические, социальные права, культурные права. И кроме прав, конечно, в Конституции есть еще наши обязанности, но их гораздо меньше. Вот их я могу вам привести полностью. Первое, что гражданин обязан, это соблюдать законы, не допускать нарушения прав и свобод других лиц, заботиться о своих детях, о моих воспитании, заботиться о своих родителях, платить законно установленные налоги и сборы и защищать Отечество. Ну а как определить, нарушены ли мои конституционные права, и достаточно ли будет, допустим, в суде заявить, что мое конституционное право нарушено, накажите виновного? Ну, конечно, для того, чтобы определить, нарушены права или не нарушены, их, конечно, нужно знать. Ну, то есть надо открыть Конституцию и прочитать вообще, что она нам гарантирует. Ну и кроме того, что мы знаем свои права, мы должны знать, как их правильно отстаивать. Конечно, вот так просто заявить это будет недостаточно и неправильно. Нужно подготовить и подать правильно оформленное заявление, в котором будет написано, кто, как и почему вы считаете, что ваши права нарушены. И главное помнить, что вы должны доказать, что ваши права были кем-то нарушены. Ну а кроме суда у нас еще существуют такие институты государства, которые могут защитить ваши права. В первую очередь, конечно, это глава государства, он является гарантом прав и свобод человека. Конституционный суд, адвокатура, прокуратура, уполномоченные по правам человека, уполномоченные по правам ребенка и общественная палата. Вообще в Российской Федерации гарантируется государственная защита прав и свобод человека. Ну а в заключении хочу пожелать знать и соблюдать основной закон страны, ну и поздравляю всех с Днем Конституции. Да, спасибо огромное. И мы вас поздравляем с Днем Конституции. Спасибо вам за беседу. И спасибо огромное, что вышли с нами на связь. До свидания. Продолжение следует...